снова здравствуй дорогой зритель снова посылка есть меня определенный к ней интерес и еще вот не могу я не поручать вот это что это вообще как то есть вот сложно было я не знаю в пупырку какую-то засунуть еще чего-то да нет никаких вам пупырок никаких других вещей чтоб все это дело не бултыхалось и вот так вот все это дело внутри второй момент нам значит ну для понимания что это это xiaomi redmi 5 а заказанный на нашем грёбаном ты моли ты мол по-моему там сейчас называется вот и ну вроде бы да все красиво то есть мать там наклеечка там евро тест все дела но при этом а где упаковка ребят и упаковка то есть вот та же самая модель с китая смотрим в чем отличие они в чем вот просто ни в чем вот абсолютно ни в чем здесь упакован здесь не упакован почему так произошло ну давайте попробуем посмотреть открывай сава медведь пришел телефончик немножечко вот так сторону пока уберем мы же смотрим разницу в первую очередь а и да везли вот чтобы не соврать числа 14 полом до заказ был сегодня 24 2 телефон до сих пор не довезли итак один в один та же самая евро вилка все то же самое то есть мы понимаем что это одно и то же помимо прочего нет ребят здесь все один в один смотрим дальше у китайца так а вот простенько на английском языке бумажка и все а у тмула да та же самая бумажка которая переведена на русский язык не слушайте музыку на полная громкость то ушком кардык кардык будет так но вот что интересно по частотам LTE LTE 1378203840 1378203840 25,7 Bluetooth менее 20 дым бэм Wi-Fi тот же самый да то есть ребят абсолютно одинаковые частоты абсолютно одинаковые трубки но тут бумажку здесь напечатали вскрыли судя по всему телефон и положили туда гарантийный талон не заполненный и бумажку на русском языке все ну и условно вроде как быстрее по времени прибежало если мы возьмем сами телефоны по наклейкам по всему остальное все то же самое единственно один золотой другой серый давайте теперь поближе посмотрим телефон и первое что мне хотелось сделать это то чего я не мог понять в чем у него отличие с 4А нет все таки отличие есть отличие есть 4А у меня в правой руке видите чуть чуть поменьше размерами и линия здесь проходит тут под камерой вспышка здесь проходит вот так и если мы возьмем с этой стороны то такое ощущение что размер одинаковый небольшие отличие есть мало того 4А приходит в белых упаковках а 5А приходит в красных упаковках конечно пиздец какое отличие но в остальных характеристиках по моему все абсолютно одинаково свет падает свет падает давайте посмотрим сам телефон чуть ближе простенький пластик то есть это ашная серия она немножко побюджетнее чем иксовая значит на нем так же как и на 4А отсутствует сканер отпечатка пальцев как таковой кнопочки ничего не лифтит ничего такого нету зарядка микрофон инфракрасный порт судя по всему шумодав разъем для наушника все это дело стандартно но не все стандартно далеко не все стандартно и вижу я по моему есть у него один плюсик который руки крюки чуть не уронил значит есть у него особенность особенность заключается вот в чем у него видите два лотка открываем лоток номер один стороной к экрану сюда вставляем sim 1 либо карту памяти нет ребят я вас чуть не вел в заблуждение сюда вставляем sim 1 а сюда вставляем карту памяти закрываем все это дело назад и открываем второй лоток сюда вставляем sim 2 вот оно кардинальное отличие пятерки от четверки а куда я ее дел убрал сейчас верну у четверки один лоток соответственно либо симка-симка либо симка-флешка здесь симка-флешка и отдельно симка чудесно то чего не хватало но еще я вижу ведет экран то есть здесь как-то вот подутоплен чуть ли не заподлицо сам экран а здесь экран достаточно заметно торчит относительно самого корпуса и такое ощущение что задняя крышка здесь как будто съемная то есть если здесь мы видим на 4а крышка просто закругленная и все то здесь такое ощущение что крышка как будто снимается может быть это даже и так но пробовать ковырять мы это дело не будем 4а наконец-то уберем основное отличие мы выяснили и собственно говоря что нам остается закачать программы сделать синтетические тесты и как-то все это дело резюмировать пойду закачивать скоро вернусь для вас это буквально секунда и так поделал я синтетику сейчас вам про нее расскажу и помимо прочего я думаю ух ты а у нас смотрю салют подготовка идет будут салют у нас пулякать давайте вам покажу вон видите это у нас там будет новогодний салют рядом с трудом а сбоку пожарка поэтому самое безопасное место так включился кое-какие кстати интересные функции у него появились но опять же это не заслуга телефона как такового это заслуга судя по всему миуи 9 что ж такое сейчас разрешим вот периодически на сяоми довольно проблематично некоторые вещи сделать разрешение там дать сейчас буду искать дети разрешение сделать не знаю вырежу либо промотаю чтобы вы на дело не смотрели и пожалуйста покажу вам холодный запуск gps теста ну мы помним то что я нахожусь на балконе при всем при том что балкон достаточно прозрачный но не под открытым небом ну ну из семи которых видят начал использовать на конец 3 и па-бам и там наконец он себя нашел давайте посмотрим сколько у него это заняло времени а первый поиск да 40 секунд аж на это дело ушло при этом раз два три типа спутников он поддерживает и достаточно неплохо он себя позиционирует да то есть ну в этом отношении вопросов нет сейчас я вам покажу фишку который мне очень сильно понравилось не знаю то ли видео с экрана камера вам покажу то ли запись запись одновременно делаю смысл в чем разделение экрана мы берем и например это тут берем сюда а скажем вот это вот ну не вот это вот а например там не знаю то ну что мы там что запустим то как же сложно например а нет это приложение не поддерживает это я тебе разрешу но так скажем пускай это будет youtube пускай это будет ну пожалуйста и на одном экране горизонтально к сожалению можно и горизонтально смотреть чудесно да то есть у нас одновременно два приложения работают на одном экране то есть можно смотреть какие-нибудь там мультики и следить за курсом биткоина ну удобно удобно да почему бы нет то есть раньше такого не было сейчас это появилось но вещь по-моему достойная как это все дело отключить отключить и только непонятно как это отключается как это отключается отключается вай фай давай включим как это отключить я теперь не знаю вот так вот просто вниз сдвигаем и у нас опять одинарный экран получается по моему очень даже полезная штучка вот вай фай он у меня здесь добивать не хочет хочет но не хочет подключаться или что не добивает у меня сюда вай фай а к этому мы вернемся чуть позже давайте вам расскажу на что он все-таки смог показать по результатам тест во первых еще раз да милые 9 даже не помню что это у нас за тест но он видит его как редми 5 а android 7 1.2 все хорошо только почему-то марк сяоми модель редми 5 а а устройство рива не знаю что за устройство рива ну и бог бы с ним айсторм 6000 айсторм он лимит 6153 айсторм просто 7312 да чтоб тебя что это такое нет вот так вот это отключить я наоборот хочу просто открыть вот так вот значит айсторм экстрим 3724 слингшот он лимитед 296 слингшот просто 55 бонзай бенчмарк показал 2014 очков и фпс 28 и 7 ну то есть да там какие-нибудь шустрые хорошие игрушки на особо не поиграешь при всем при этом как ни странно нас уже видят сяоми иероглифы 5а и показывает попугаев 36713 далее пошли такие вещи как work 2.0 performance 3451 компю vision 1924 storage 3115 work performance 4817 поддерживает 10 касаний видит его опять же как новая модель возможно первый даже протестировал это устройство до 0 performance я говорил компе vision я говорил значит сенсор бокс показывает у нас что есть чего нету и вот достаточно важный момент на максимальной яркости с отключенным вайфаем и так далее и тому подобное тест на батарейку показал 8 часов 57 минут достаточно по моему хороший результат на этом синтетику у нас закончилась сейчас перейдем посмотрим как он будет тянуть игрушки и сделаем окончательный резюме по телефону но для этого нужен вайфай сейчас буду думать как вот сделать чтобы он сюда добивал смартфон смартфон Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Остается лицо... Лицо у него в принципе точно такое же, как и у любой другой модели. Например, 4Х. Но это если вы пользуетесь бамперами. А динамик находится сзади. Играем в игры. Закрываем его пальцами. Громкость становится слабенькая. Как-то привычнее, когда он находится все-таки снизу. Лучше слышно. Такие вещи, как двойное пространство. Это еще раз, да? Фишка MIUI 9. Поэтому, ну... Как плюс этой модели говорить нельзя. Но в любом случае, да? До 9 MIUI он обновляется. По всем характеристикам среднячок. Ну, зато он и по ценнику достаточно гуманно стоит. Что в явном плюсе? Это, ну, еще раз повторюсь, два лотка. В одном прячется место для симки. Во втором прячется место для симки и флешки. А плюс какой? Ну, не надо выбирать там 2.16, 2.32, там как у 4А, например. Можно взять самую простую с 16 гигами встроенной памяти. Версию. Других я не видел. Поставить флешку. Какая вам нужна? 16, 32, 64, 128. Втыкайте, пользуйтесь. Памяти вам хватит. Во всем остальном... Что нужно? Пульт. Да, взяли. Ну, ми-пульт, он есть у всех Xiaomi, да. То есть, взяли, поставили. В комнате, в зале, на кухне. Три разных телевизора. Ну, все три сюда загнали. Хотите кондиционер, но опять же сюда ставится. Этой модели в плюс поставить нельзя. Это в плюс ставится непосредственно Xiaomi. Потому что они на каждую модель ставят инфракрасный порт. Никаких особых новых фишек, чего-то еще нет. Просто бюджетник. Ежели вам без всяких там шик надрывов и так далее, либо ребенку. Самое то. Товар, опять же, да, у меня регулярный. То есть, в наличии он есть. Внизу есть ссылка. Можете посмотреть его, заказать из Китая. Либо его заказать с доставкой из Москвы. Ну, собственно говоря, и все. Можно попрощаться. Всех с наступившим. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok